Издательство Дом Историй. Все истории под одной крышей. Кэтрин Ллойд. Мисс Мортон и убийство на званом вечере. Перевод с английского Анастасии Осмининой читает Юлия Яблонская. Глава первая. Лондон, 1837 год. Леди Эллинор Гринвуд окинула пренебрежительным взглядом чрезмерно украшенную гостиную дома номер 8 по Хаффмонд-стрит, и Кэролайн внутренне напряглась. Время для визитов давно прошло, но ее тетю никогда не волновали подобные тонкости, если она считала кого-то ниже себя. «В самом деле, Кэролайн, снять дом? Неужели твоя нанимательница не может позволить себе купить что-нибудь пристойное?» «Совершенно уверена, что может, мэм», — откликнулась Кэролайн. «Но она еще не решила, желает ли остаться в Лондоне дольше, чем на предстоящий сезон». «А если ей здесь придется не по вкусу? Она потащит тебя с собой обратно на север?» «Полагаю, она вдова. Ни один супруг не позволил бы тратить столько средств на подобные вольности». Леди Эллинор содрогнулась, и три больших пера у нее на шляпе затрепетали. Ее заостренные черты лица, включая нос, подбородок и поджатые губы, в данный момент выражали неудовольствие. «Как они нажили состояние?» «Это едва ли наше дело, мадам», — сдержанно ответила Кэролайн. «Миссис Фроджертон была очень добра ко мне и...» «Но в этом не было никакой нужды, дорогая племянница», — вновь перебила леди Эллинор. «Принимая жалования, ты себя унижаешь. Тебе прекрасно известно, что я и сейчас бы приняла тебя в Гринвуд-холле с распростертыми объятиями». Кэролайн сделала к Никсон. «Все эти годы вы были очень щедры ко мне и к моей сестре, тетя, но я опасаюсь злоупотребить вашей добротой». При этом ты с радостью предоставила сестру моим заботам. «Я немедленно освобожу вас от этой обязанности, как только буду в состоянии это сделать», — Кэролайн выдержала иронический взгляд тетушки. «На ту сумму, что тебе сейчас платят?» «Сомневаюсь». Ее светлость вздохнула. «Полагаю, ты рассчитываешь, что однажды выйдешь замуж, и твой супруг согласится взять Сьюзен к себе», — она помедлила. «Хотя, учитывая, что трагическая гибель вашего отца оставила вас обеих без гроша, какой джентльмен согласится взять тебя в жены?» «Я и не думала о замужестве», — поспешила заверить тетушку Кэролайн. «Я лишь...» «Что ж, я все еще намерена тебя переубедить». Леди Эленор прошлась по гостиной, останавливаясь, качая головой и рассматривая каждый кричаще модный египетский предмет меблировки, который миссис Фроджертон взяла в аренду, обставляя дом. Кэролайн тоже не могла оценить этот стиль, но ей было приятно видеть, как миссис Фроджертон ахает и радуется каждому новому приобретению, заказанному в результате жадного изучения хранилища Аккермана. Наконец, Леди Эленора становилась у облицованного разноцветным рамором камина и повернулась к Кэролайн. «На следующей неделе я устраиваю прием в честь семнадцатилетия твоей кузины Мэйбл и рассчитываю на твое присутствие». «А где будет проходить торжество?» — уточнила Кэролайн. «Если здесь, в Лондоне, то, уверенно, меня отпустят на вечер». «Нет, Мэйбл настаивает, чтобы все приехали в Гринвуд-холл на несколько дней». Приготовившись к тетушкиному гневу, Кэролайн ответила. «В таком случае, боюсь, я не смогу быть». «Не говори глупостей, дорогая. Уверена, миссис Фроджертон не станет возражать. Но я остану», — не согласилась Кэролайн. «Меня наняли, чтобы я находилась при миссис Фроджертон и ее дочери Дороти и помогла ей войти в общество. Я не могу оставить их перед самым началом сезона». Леди Эллинор больше не улыбалась. «Ты ведешь себя крайне неучтиво». Она провела пальцем в перчатки по мраморной каминной полке, точно хозяйка, проверяющая, не осталось ли пыли. «Разве тебе не хочется навестить сестру?» Не крылась ли за этими словами угроза? Кэролайн бы не удивилась. Ее тетушка была похожа на недавно почившего отца Кэролайн больше, чем многие думали, и страшно сердилась, если не добивалась желаемого всеми способами. «Я бы очень хотела увидеть Сьюза, но...» И опять Леди Эллинор ее перебила. «А если бы я пригласила твою нанимательницу с дочерью?» «В... Гринвуд-холл?» «Да». «Надо думать, ее дочь одного возраста с Мейбл. Разве не в ее интересах быть представленной избранному кругу людей, которые также впервые выйдут в свет?» «Полагаю, так...» Кэролайн лихорадочно размышляла. «Но мне необходимо прежде узнать у миссис Фроджертон, захочет ли она поехать». «Ну, разумеется, она сочтет за честь подобное приглашение», — снисходительно отмахнулась ее тетя. «Кто еще из высшего света предложил бы так ввести их с дочерью в общество?» Она повернулась к двери. «Я отбываю в Гринвуд-холл завтра в полдень. Будь добра сообщить о своем решении до моего отъезда». «Вы уже знаете точные даты?» — спросила Кэролайн. Леди Эленор достала из сумочки визитную карточку кремового цвета с серебряным оттиском. «Здесь все указано. Найдется перо?» «Да, разумеется». Кэролайн подбежала к столику у окна, открыла и достала очиненное перо и чернила. Наконец, перо перестало скрипеть, и ее светлость промокнула получившиеся несколько строк, а затем протянула карточку племянницы. «Благодарю вас». Кэролайн смущенно покосилась на дверь. «Вы точно уверены, что не хотите подождать, пока я проведаю миссис Фроджертон? Вдруг она не спит и с готовностью ответит сама?» «У меня нет времени. Нас с твоим дядей ожидает к ужину лорд Антверб, и мне необходимо переодеться». Ее светлость направилась к двери. «Рассчитываю получить от тебя ответ завтра до полудня». Кэролайн какое-то время смотрела на закрывшуюся дверь, стиснув обрезной краешек приглашения. Возможность навестить сестру, с которой они не виделись три месяца, казалась очень притягательной, но мотивы тетушки ей были пока не ясны. Не собирается ли леди Эллинор поссорить их с миссис Фроджертон и убедить ее по возвращении в Лондон отказаться от услуг Кэролайн? Выглядело вполне вероятным. Ее тетушке ничего не стоило унизить кого-либо стоящего ниже ее, не испытывая при этом угрызений совести. Ее взыскательность была известна всем. «Кто приходил в такое позднее время?» Кэролайн подняла голову. В дверях гостиной появилась ее нанимательница в окружении уймы тявкающих собак. На миссис Фроджертон было муслиновое платье яркой расцветки и вычурный кружевной чипец. Прекрасная шелковая шаль с бахромой волочилась по ковру, дразня собак, одна из которых рьяно на нее набрасывалась. «Мне позвонить, чтобы подали чай, мадам?» — поинтересовалась Кэролайн, поспешно вызвали в шаль и набросив ее на плечи своей нанимательницы, а затем провела ее к любимому месту у огня. «Да, пожалуйста, и сразу же садись рядом и расскажи о нашем госте». Миссис Фроджертон говорила с сильным северным акцентом и, несмотря на миниатюрный рост и приятно округлые формы, обладала легкими, как у офицера кавалерии, представляя собой несколько устрашающее явление. Но за ее громогласностью Кэролайн обнаружила доброе сердце, чувство юмора и острый ум. Миссис Фроджертон всегда обращалась с Кэролайн как с человеком, а не как с незаметной прислугой, которую можно гонять с приказами, и с готовностью выслушивала другую точку зрения. Зато ее дочь Дороти, выросшая с исключительным чувством собственной значимости и всегда сознававшая свое благосостояние, оказалась куда более требовательной, и ей было сложно угодить. «Заезжала моя тетя, леди Эленор Гринвуд», — начала Кэролайн, садясь во второе кресло у камина. «Она пригласила нас в свое поместье на прием по случаю дня рождения моей кузины Мэйбл. В этом месяце ей исполняется семнадцать». Кэролайн протянула приглашение. Миссис Фроджертон выхватила его, не снимая перчаток, и надела очки. «Господь всемогущий!» — она принялась обмахиваться карточкой точно веером, и, сильно напоминая в этот момент своего попугая Горация, хрипло вскрикнула. «Какая честь!» «Торжество пройдет в загородном поместье», — напомнила ей Кэролайн. «Знаю, вы предпочитаете городские развлечения». «Признавайтесь, юнэмис, это ваших рук дело. Вы уговорили свою тетушку пригласить нас». Миссис Фроджертон подняла голову. Ее карие глаза блестели, она часто напоминала Кэролайн любознательного воробья. «Я всего лишь предупредила, что не смогу принять приглашение, если мою нанимательницу это не устроит», — объяснила Кэролайн. «Как будто я бы запретила вам поехать и повеселиться, душенька!» — сделанным негодованием воскликнула миссис Фроджертон. «Вы теперь часть нашей семьи, не забывайте об этом!» «Так вы полагаете, что захотите поехать?» — с надеждой спросила Кэролайн. «Я бы ни за что на свете не упустила такую возможность!» Миссис Фроджертон указала на звонок. «А теперь скажите Брэндону оставить чай и принести немного шерри. Отпразднуем!» «Отпразднуем что?» — в комнату, недовольно хмурясь, вошла Дороти Фроджертон. «Вам обязательно быть такой до неприличия громкой, мама!» «Дотти! Леди Эленор Гринвуд пригласила нас на прием в свое поместье в Норфолке!» «И с какой стати мне ехать на какой-то скучный прием неизвестно куда, когда меня ждет дебют в Лондоне?» — уточнила Дороти. «Это прекрасная возможность познакомиться с другими юными леди, которые также впервые выйдут в свет в этом сезоне», — вступила в разговор Кэролайн. «И могу вас уверить, у моей тети собираются самые знатные гости». «Тети?» — обернувшись, Дороти смирила ее взглядом, от которого Кэролайн лишь острее почувствовала, какое на ней простое платье и какая строгая прическа. «При всем уважении, если она не может предоставить племяннице кров, чтобы та не зарабатывала себе на жизнь, сомневаюсь, что у нее есть какой-либо вес в обществе». «Дот, не груби! Возможно, Кэролайн сама так решила», — вмешалась миссис Фроджертон. «Не всем хочется быть обязанным родственником». «Мисс Фроджертон, моя тетушка в самом деле предлагала мне жить у нее, но я отказалась», — сохраняя самообладание, ответила Кэролайн. «Я решила сама найти свой путь в мире». «В таком случае ты глупа», — равнодушно заметила Дороти. «Женщины созданы не для того, чтобы самостоятельно заботиться о себе. Для этого им нужен мужчина». «Что за колесица?» — фыркнула миссис Фроджертон. «Кто, как ты думаешь, вел дела твоего дедушки, а, юная леди? Кто каждый вечер засиживался допоздна, проверяя каждый заказ? Кто заведовал счетами? Могу сказать, это был точно не отец. Он был абсолютно бесполезен, даже хуже старой пьяница». Кэролайн до сих пор не привыкла к громкому и откровенному обмену мнениями, которые предпочитали Фроджертоны, и часто жалела, что не может спрятаться за креслом, пережидая, пока не утихнет очередная буря. «Не говорите о делах, мама!» — одернула ее Дороти. «Вы разрушите мои шансы найти приличную партию, если все будут считать, что наше состояние нажито торговлей». «Но, милая, так и есть! Я этого не стыжусь, и тебе не следует!» На этот раз Кэролайн была согласна с Дороти. Несмотря на то, что юная мисс Фроджертон была хороша собой и неплохо обеспечена, от скандального запаха новых денег ее отделяло всего одно поколение, а это должно было непременно сыграть свою роль в глазах потенциальных женихов. Брэндон, молодой лакей из Ирландии, появился в дверях с напитками и замер в нерешительности точно перед рингом, на котором на манер двух боксеров стояли мать с дочерью. «Можете поставить сюда», — тихонько указала Кэролайн. «Спасибо». «Благодарю, мисс». Брэндон поспешно ретировался, и на мгновение Кэролайн пожалела, что не может последовать его примеру, ведь ни одна из дам Фроджертон не заметит, если она пойдет проверить ужин. Иногда в этом новом для нее и непредсказуемом мире Кэролайн чувствовала...